Всем привет, дорогие друзья! Это снова Райта. Давно я ничего не снимал, я думал об этом еще в декабре месяце, и потом прошло еще два месяца, уже середину февраля, и я наконец-таки добрался до камеры. Здорово! Начнем! Начну я с довольно необычного приобретения. Это полное собрание фильмов о Гарри Поттере. Долго я искал какое-то коллекционное издание, ничего не мог найти. Но так как в декабре этого года вышла новая книжка, которую лично я считаю полным провалом, и даже не хочу к ней прикасаться, начали на фоне хайпа доиздавать коллекционное издание фильмов. И вот вышел такой вот простенький боксик, в нем нет никаких бонусов, просто коробка и 8 Blu-ray дисков. Аккуратный, приятный, удобный, и прекрасно стоит на полке. Я очень доволен этим приобретением. Наконец легендарная сага стоит на моей полке. Далее я получил вот такую вот коробочку от Амиков. Она нестандартная, но несмотря на это она осталась с аурегом, ничего не пришлось доплачивать. У меня как-то был прецедент, когда из-за того, что коробка просто чуть длиннее, она превращалась в парсы, ну и соответственно приходилось платить как за парсы. Не знаю почему так было, может это было какое-то исключение, но сейчас все хорошо и доплачивать мне пришлось. От Амиков я получил календарь на 2017 год с артами от Кино Казуху. Очень крутой календарь, очень красивые арты на каждый месяц. Понятно, что брал я его скорее больше из-за артов, а не из-за того, что это календарь. Единственный минус его в том, что он отрывной, и это очень неудобно и очень неприятно каждый месяц отрывать листы. В следующий раз надо просто быть внимательнее и смотреть, как он сделан. Также от Амиков я получил новый концерт Катсуны Мико, Magic Amirai 2016 года. Удивительное дело, концерт прошел в сентябре, а диски появились уже в декабре. Это довольно быстро для японцев. Издание вполне стандартное, очень красиво оформленный бокс. Внутри у нас буклет с кучей фотографий, новых иллюстраций и также словами каждой песни. Также две тематические иллюстрации здесь отдельно так вот заламинированы в подарок. И, конечно, сам концерт, на котором прозвучало 26 песен. Внутри у нас, ну, соответственно, Blu-ray самого концерта, реклама и бонус Blu-ray с видео по монтажу концерта. Очень хороший концерт, он вышел лучше, чем был в Будакане в 2015 году. Обязательно советую всем ознакомиться. Кстати, забыл новую бумажечку от Амиков, хотя она уже давно, по-моему, не новая. Если не ошибаюсь, это декабрьский вариант. Такие рисовали под Новый год. Следующая большая нестандартная коробка от CD Japan. В такой вот большой коробке приехал такой вот маленький диск. Это концерт группы Калафина за 2016 год. Это одна из моих самых... нет, это моя самая любимая группа. Вот прям самая-самая-самая. Я восхищен их музыкой, восхищен их голосами, поражен талантом Кодзиуры Юки. Она действительно невероятный человек. И не купить хоть раз концерт своей любимой группы для меня было бы, ну, как минимум странно. На концерте прозвучало 27 песен, также есть 5 дополнительных песен и документальные материалы с этого концерта и с концерта в Мексике. Внутри у нас Blu-ray и буклетик, большой буклетик со словами каждой песни. Ну, такая вот у японцев традиция. Классить слова в каждый концерт, в каждый диск с концертом. Стандартное издание, к сожалению, не было никаких коллекционок, но я думаю, это далеко не последний раз, когда я покупаю концерт своей любимой группы. Вот эта вот палочка стала виновником торжества, виновником того, что коробка стала такой большой. Как вы поняли, это плакат, который упакован просто с маниакальным желанием его сохранить. Также плакат упакован вот в такую вот зелененькую бумажку. И сам он выглядит вот так вот. Оформлен в виде афиши с подписью каждой исполнительницы. И все бы было очень круто, если не считать вот этой вот дурацкой надписи внизу, о том, что это новый лайф-дивиди-бюрей, который вышел 18 января. Это портит прям всю малину. Не знаю, буду я увешать или нет, но тем не менее, очень приятно получить бонус со своей любимой группой. Так приятно, что даже не хочется жаловаться. Ну и в заключении, все-таки не только концерт с плакатом ехали в этой коробке. В ней также приехало коллекционное издание одного из моих самых любимых аниме. И это работа под названием «Ясуга на ссора» или «Связанное небом». Это аниме стало одним из первых, которые я посмотрел, когда уже начало так серьезно увлекаться анимацией. И оно меня на самом деле покорило и показало, что анимации подвластны вообще любые жанры. И в любом жанре они могут сделать что-то по-настоящему прекрасное. Издание вышло в январе этого года, что стало большим сюрпризом на самом деле. Согласился я на него с трудом, поскольку стоит оно, мягко говоря, немалых денег. Но я мог себе это позволить, и я точно знал, что если я его не куплю, я сильно об этом пожалею. Издание выполнено в виде большого картонного бокса. Очень минималистично. Но каждая надпись и арт здесь нарисованы в объемном виде. Очень красиво и приятно. Открывается она вот так вот. Первый у нас здесь это список композиций. Здесь целых два диска с музыкой. Обязательно знакомьтесь. Правда, очень красивая музыка в этом аниме. Далее идет буклет. Довольно маленький буклет. Я думаю, на самом деле он будет больше. Внутри интервью, иллюстрации, описание серий и описание героинь. Одно из самых приятных здесь это вот этот вот фотоальбом, где представлены реальные места, взятые как прототип к этому аниме. Я узнал, это находится где-то в префектуре Татиги, недалеко от Токио. И будь у меня время, будь у меня возможность, обязательно туда бы съездил. Это, в принципе, очень красивое место. Ну и есть у меня вот такая мечта заняться вот этим вот паломничеством по местам из аниме. И очень хочется, правда, это сделать и посмотреть, какие чувства у меня это вызовет. Ну и последнее, что лежит в этом боксе, что занимает большую часть бокса, это еще один бокс. Бокс с дисками, каждая сторона которого представлена в виде героини. Всего их четыре. Вот так это все выглядит снаружи. И вот так это все выглядит внутри. Здесь целых семь дисков. Четыре с аниме, два с музыкой и драма CD еще. Под каждой парой дисков здесь еще четыре арта. В общем, все не могу сейчас показать. Отдельно отфоткаю. Сейчас просто рук не хватает. В целом, все здорово, очень прекрасно. Единственный минус, мне бы хотелось то, чтобы... То, чтобы... Хорошая фраза. Единственное, что бы мне хотелось, чтобы все диски были яркие, красивые. Мне больше нравится, когда они целиком оформлены. Но если учитывать всю минималистичность издания, то такой вариант вполне приемлем. И от этого издания никак не страдает. Вот такие вот дела, такие вот пополнения. Всем спасибо за внимание. Спасибо за то, что смотрите. За то, что спрашиваете, когда же я, наконец, сделаю новое видео. Это очень приятно. Надеюсь, больше не будет таких долгих задержек. По традиции, всем приятных покупок, успешного прибытия этих покупок. И, конечно, до новых скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok